Ну пробки уж, а так куда деваться? Лиса Фасхудзинова живет в поселке Юдина, работает в центре Казани. Ежедневно на дорогу тратит около двух часов. Говорит, чтобы не сидеть в утренних и вечерних пробках, пользуется обездной дорогой через Рыгчино. С нетерпением ждет открытие обновленного Горьковского шоссе. Я надеюсь на лучшее, ждем расширения дороги. Будет все комфортно, думаю, что будет большая развязка и, соответственно, пробки исчезнут в нашем. В красивом, любимом городе. Горьковское кольцо Казани. Сейчас это эпицентр строительных работ обновленного шоссе. Здесь возведут первую в республике трехуровневую транспортную развязку. Состоять она будет из тоннеля, шестиполосной надземной дороги и надземного разворота. На объекте ежедневно трудится 39 единиц техники и более 160 рабочих. Сегодня с ходом работ ознакомился мэр Казани Ильсур Медшин. Подземная часть практически в этой развязке завершена. Уже выполнены монолитные работы в тоннеле. Установлены опоры под эстакаду и сама пролетная конструкция моста. Также построена канализационная насосная станция. Сейчас рабочие заливают арматуру бетоном. 140 тысяч жителей Кировского района, и прежде всего это еще раз, это жители Залесного, Салаватку, Пере, Юдина, но и наши соседи Зеленого дола получат шестиполосные движения с пропускной способностью более 11 тысяч автотранспортов в час. Хочу поблагодарить Раиса нашей республики, Руслану Галечу Мениханова. Национальный проект. Без федеральной поддержки мы не смогли бы реализовать то, о чем мечтали десятилетиями наши предшественники. Последний раз Горьковское шоссе модернизировали 18 лет назад. За это время пригород вырос настолько, что дорога с трафиком не справлялась. Сегодня в период урбанизации машин в городе становится все больше и больше. И городским властям необходимо делать ответ на вот этот вызов в том числе и улучшение условий для автомобилистов. И одним из этих элементов улучшения является долгожданная реконструкция. По проекту планируется обновить 11 километров Горьковского шоссе. На всем пути ни одного светофора. Количество полос расширит до трех в каждую сторону. Строители возведут пять надземных и три подземных пешеходных переходов и три разворотные петли. Это увеличит пропускную способность шоссе в два раза. Самые сложные этапы уже пройдены. На сегодняшний день по всем элементам готовность составляет порядка 60-80%. Самая сложная работа, которая проводилась в течение прошлого года, это вынос инженерных коммуникаций с территории строительства Горьковского шоссе, а также перекладка и прокладка новых инженерных коммуникаций. Эти работы на сегодняшний день завершены на 99%. Новые возможности появятся и для любителей велоспорта, ведь вдоль обновленной вылетной магистрали появится освещенный тротуар и велосипедная дорожка. Веломаршрут продлится от парка имени Урицкого до микрорайона Салават-Купере. Стоимость реконструкции 27 миллиардов рублей. Объекты планируют сдать в ноябре этого года. Сирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Казань.